Здравствуйте, уважаемые садоводы и огородники! Меня зовут Русский Хиван. Я вас приветствую на канале Процветок. Сегодня мы с вами продолжим знакомиться с признаками элементов дефицита питания на примере растений томата и как этого избежать. Сегодня поговорим о таком важном элементе питания растений, как сера. Растения получают серу в виде сульфатов. Этот элемент питания, разве что за исключением растений семейства аморилисовых и в основном из-под семейства луковых, туда относятся как раз разновидности и виды лука, а также чеснок, а также многие растения семейства капустные, проявляют очень высокие требования к содержанию серы в почве. Для других растений эти требования довольно скромные. Исключение составляют растения, произрастающие в защищенном грунте. Почему? Потому что сера может достаточно легко пополняться, запасы серы из следующих источников. Во-первых, с осадками. Ведь многое топливо, которое сжигается в результате, формирует в результате своего сжигания, оксиды серы, они попадают в атмосферу, смешиваются с влагой, выпадают в виде осадка, тем самым проходят так называемые кислотные дожди и пополняют запас серы и, между прочим, азота также в почве. Кроме того, растения в случае дефицита серы могут самостоятельно через устицы, через листья поглощать оксиды серы, летучие оксиды серы и таким образом пополнять дефицит серы в своих листьях. Но это не значит, что вы должны зажигать серную шашку в теплице в случае обнаружения таких дефицитов на ваших растениях. Кроме того, многие растения с глубокой корневой системой способны доходить так глубоко, что могут поднимать и мебализовать соединения серы из глубоких слоев почвы, тем самым пополняя верхние горизонты, корнеобитаемые горизонты для других культурных растений. Несмотря на это, многие из растений, систематически выращиваемые в защищенном грунте, могут все-таки испытывать дефицит серы. Это также связано с увлечением органическими удобрениями, которые довольно бедны соединениями серы. Также увлечением чистыми удобрениями. Например, монокалийфосфат не содержит соединений серы. В то же время суперфосфат содержит значительное количество сульфатов и серы, соответственно, в связи с тем, что в качестве балластного соединения содержит значительное количество гипса. А гипс не что иное, как сульфат кальция, постепенно растворяясь в почве. Вот эти вот крупочки белые нерастворимые, они все-таки мобилизуются в почве постепенно и тем самым пополняют запасы серы. Поэтому я всегда ратую за то, чтобы пользоваться преимущественно, особенно в защищенном грунте, вот такими, теми же суперфосфатами. Это не исключает необходимость пользования другими удобрениями. Но суперфосфаты, будучи природными удобрениями, удобрениями, производными от минеральных веществ, добываемых из земли, они содержат значительное количество и других полезных веществ. Ну, а уж что говорить о сульфатах меди, сульфатах железа, купоросах, о сульфате калия, который мы часто используем в качестве калийного удобрения. Конечно, зола содержит гораздо меньше серы, особенно зола от сжигания древесных растений, от древесины. В большей степени соединения серы с сульфатой, даже значительное количество, содержат зола от сжигания каменного или бурого угля, ну, а также торфа брикетов. Не игнорируйте эту золу, также ее вносите. Ну, конечно, все любит меру. Признаки серного голодания можно легко спутать с признаками недостатка фосфора. И это связано с тем, что растение также при остром дефиците сернистых соединений серы проявляет такую вот немного фиолетовую окраску. Однако, в отличие от дефицита фосфора, эта окраска в большей степени касается стебля и черешков, и в меньшей степени касается листовой пластинки. Обратите внимание, что именно черешок и именно стебли листья приобрели такую фиолетовую окраску. В целом, дефицит серы проявляется как измельчание листьев. Они делаются маленькие, особенно молодые на вершине. В отличие от азотного голодания, желтеют нижние листья, а верхние остаются зелеными. Это отличает голодание по сере от голодания по азоту. Ну и вот кинув взгляд, когда верхние листочки делаются такими маленькими, худенькими, вот эти вот листочки такие, как игрушечные, как детские какие-то делаются, вот это все свидетельствует о недостатке серы. Соответственно, вам достаточно подкормить ваши растения любым сульфатом, сульфатом калия, сульфатом магния. Серы здесь нужно не так много для того, чтобы восполнить этот дефицит. Можно вносить как на поверхность листьев одновременно, делая профилактику магниевого голодания сульфатом магния, так и под корень, внося тот же сульфат калия. Важно сказать, что в растениях накапливается значительное количество серы на будущие периоды. Поэтому, если, еще раз повторюсь, вы внесете простой суперфосфат с осени, например, или даже весной, то это в полной мере защитит ваше растение защищенного грунта, тем более от дефицита этого элемента питания, несмотря на дальнейшие подкормки и использование других форм удобрений. Что ж, на этом я прощаюсь с вами. Надеюсь, такой дефицит серы не коснется ваших растений, и вы с ним не столкнетесь, однократное внесение вполне справится с этой задачей. На этом я желаю вам здоровья, желаю богатых урожаев и всего наилучшего. До встречи!